Отдохнули на славу и без происшествий. В полиции говорят, что ничего серьезного не произошло, все было спокойно. Везде, только не на дороге. За пять дней в городе и в районе произошло 16 ДТП, в четырех из них пострадали 12 человек. 11 июня, сразу после салюта на улице Лесная, нетрезвый водитель на 12-й выехал на встречную полосу и столкнулся с «семеркой». Оба водителя получили травмы. Пострадал также и пассажир «семерки». Все они доставлены во вторую городскую больницу Тамбова. А 12 июня в обед в полицию позвонили очевидцы ДТП на 22-м километре автодороги Тамбов-Пенза. Сан-Йонг слетел с небольшого моста через ручей и перевернулся. За рулем был мужчина 49-го года рождения. Ехал он вместе с 18-летней внучкой из Ульяновска. Валентин Денисов видел, как все произошло. Он ехал в попутном направлении Сан-Йонг. Говорит, что автомобиль ровно съехал перед ограждением. Тювет перевернулся и в кустах загорелся. Проезжавшие мимо водители остановились и прибежали на место со своими огнетушителями. Огонь удалось потушить, но в салон пошел дым и нужно было вытаскивать находившихся внутри. Валентин не смог открыть дверь, она была заблокирована, ручка оторвалась. Бревном разбил окно и только тогда смог вытащить 65-летнего мужчину и его внучку. Дед был переломан, говорит Валентин Денисов, но в сознании, а внучка пострадала меньше. Она-то и сказала, что дед за рулем заснул. Обоих пострадавших скорая помощь отвезла в больницу. И ночью на этой же автодороге только уже на 52-м километре произошло ДТП. Столкнулись десятка и пятнадцатые. Водитель транспортных средств ВАЗ-2110 не учел дистанцию до впереди движущих транспортных средств ВАЗ-2115. В результате столкновения получили телесное повреждение 4 пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Также получил телесное повреждение водитель ВАЗ-2110. Водитель ВАЗ-2110 от прохождения медицинского свидетельства на состоянии алкогольного опьянения отказался. В результате чего был у него составлен протокол. Материал направлен в суд. А признаки были? Признаки, да. Был резкий запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткая походка. А на следующий день, 14 июня, в вечернее время на текстильной не разошлись Лада Калина и Шевроле Круз. Женщина за рулем Лады не предоставила преимущество на перекрестке равнозначных дорог водителю Шевроле. Пострадал водитель иномарки и пассажир Калины. Отдел ГИБДД МВД Рассказовский хочет с просьбой обратиться к жителям города Рассказово, Рассказовского и Бондарского района, тем, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, уважали друг друга на дороге и были внимательны.